В эфире «Народные новости» в студии Евгения Байбекова. Здравствуйте! В начале выпуска его основные темы. Долгожданный праздник. После двухлетнего перерыва торжества в честь Дня Победы прошли в формате офлайн. В строю 70 тысяч бойцов. Шествие бессмертного полка собрало беспрецедентное количество участников. Праздничное настроение и творческие подарки для ветеранов. Накануне 9 мая в Саранске развернули квартал Победы. Проигравших не было. Юно-армейцы и кадеты приняли участие в военно-спортивной игре «Победа». Мордовия встретила главный праздник весны. В Саранске эпицентром торжеств, посвященных 77-й годовщине завершения Великой Отечественной войны, стала Площадь Победы. О том, как проходил митинг-реквием, расскажем в сюжете. 9 мая – светлый праздник со слезами на глазах. Прошло уже 77 лет со дня Победного салюта в мае 45-го, но мы до сих пор вспоминаем те страшные и одновременно героические годы. Из Мордовии на фронт ушли более 240 тысяч человек. Больше половины из них не вернулись. На территории республики формировались и дислоцировались воинские части, военные учебные заведения. Было развернуто 14 госпиталей. Для обслуживания авиачастей построено более 20 аэродромов. Солдаты защищали родину на передовой, старики, женщины и дети – в тылу. Все, что могла, республика отдала фронту. Уроженцы нашей республики совершали героические подвиги на всех фронтах при защите Брестской крепости, обороне Москвы, Ленинграда, Севастополя, в боях под Сталинградом и на Курской дуге, при освобождении союзных республик Украины и Белоруссии и всей Европы. Труженики тыла, невзирая на нужду и голод, ковали победу у станков, в полях, на сурском рубеже и в госпиталях. Вместе с женщинами и стариками тяжелую ношу в тулу несли быстро повзрослевшие дети войны. У вечного огня мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, кто восстанавливал народного хозяйства после ее завершения. Все это сделано ради нас, ради наших детей, ради будущих поколений победителей. Среди участников митинга было много молодежи. Ребята чувствуют неразрывную связь со своими предками, которые уничтожили фашистского зверя. Идет моя 18-я весна, и я счастлив, что встречаю ее под мирным, безоблачным небом. Я любуюсь к светущим Саранскому и понимаю, что пока жива память о той великой победе, жива и Россия. Сегодня мы, наследники победы, обязаны с десятикратной энергией учиться, работать, созидать, не поддаваться злу и агрессии. Мы в ответе перед вами за мир на земле, за нашу хрупкую планету, за великую Россию и за нашу малую родину Мордовию. К монументу воинам-уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны, возложили цветы. Церемония была чрезвычайно торжественная и волнующая. Отдавая дань памяти погибшим, не забыли и о живых. Главными героями дня стали все же представители старшего поколения. Страшные годы всех коснулись, и поэтому очень тяжело вспоминать. Я начинаю вспоминать, когда возвращались уже раненые. И должен сказать, что они не теряли бодрости духа и всегда, всегда были нам примером по жизни. После торжественного митинга на площади Победы состоялся парад. Чеканя шаг прошли колонны. В праздничном строю военнослужащие и сотрудники силовых структур. Но больше всего было молодежи. Для них это высокая честь. Кадеты из школ городов и районов Мордовии, юно-армейцы, они готовились несколько месяцев и показали отличную выправку. Очень старались и ребята из детских садов. Они вызвали улыбки у всех участников митинга. После парада состоялось театрализованное представление. В короткой и доступной форме артисты творческих коллективов Мордовии показали, как Великая война прошла по судьбам людей и страны. В первый день войны им было 18, 18, 19 лет. Из каждых ста ребят этого возраста, ушедших на фронт в первые дни войны, 97 не вернулись обратно. 97 из 100. После окончания митинга его участники проследовали по центральным улицам города на мемориальное кладбище Саранска. По традиции представители старшего поколения ехали во главе колонны. На протяжении всего маршрута сформировался живой коридор. На обочинах стояли школьники, а также жители и гости столицы Мордовии. Они дарили ветеранам цветы и улыбки. На мемориальном кладбище состоялась панихида и возложение цветов к монументу «Скорбящая мать», а также к могилам воинов, скончавшихся от ран в госпиталях Саранска. Никто не забыт, ничто не забыто. Вячеслав Кузьменко, Народные новости. 9 мая глава Мордовии поздравила ветеранов и тружеников тыла со священным праздником Днем Победы. Он поблагодарил героев за вклад в великий подвиг советского народа, благодаря которому был повержен фашистский режим. В числе тех, кого поздравил глава Мордовии, был Касим Садыкович Искандяров. Он принимал участие в Курской битве. Долголетие, деятельного долголетия. Вам большое спасибо за все, что вы сделали для нашей страны, для Мордовии. И вам самого-самого наилучшего. От всех, от себя, от правительства, от молодежи. Сегодня были все, кто на параде. Самое наилучшее пожелание. В ответ от Касима Садыковича прозвучали символичные и трогательные слова «Служу Советскому Союзу». А с Татьяной Ильиничной Макушкиной Артем Сдунов знаком лично. В день ее столетия глава республики навещал юбиляра. Артем Сдунов поздравил Татьяну Ильиничную с Днем Победы, поинтересовался здоровьем и исполнением поручения, касающегося проведения водопровода в дом. От души поздравляю вас с Днем Победы, нашей Великой Победы. Самые лучшие пожелания. Как ваше здоровье? Хорошо, хорошее. Воду провели, вода появилась, нет? На даче. Да, да, я как радио. Спасибо, что нас приняли. Тогда я помню, как мы с вами чай пили. Ну, если пригласите, я обязательно к вам приеду на День Рождения. Так что вам крепкого здоровья. Доброй традицией для главы Мордовии стало и личное посещение. В День Победы ветеранов Великой Отечественной войны 9 мая он поздравил с великим праздником жителя Рузаевки Федора Яковлевича Головина. Федор Яковлевич родился в 1926 году в селе Майдан Кадошкинского района. 18-летним юношей в 1943 году его призвали на фронт. Встретил победу в Чехословакии. Награжден Орденом Отечественной войны второй степени, медалью за боевые заслуги и юбилейными медалями. Было много наград. Пол Европы прошагали. Как в песне поется. Спасибо, Господи. Дай Бог в пент здоровья. Мир и во всем мире. Господи, видишь, как хорошо. Вот, посмотришь. Дай Бог в данном месте за мир. Приходится бороться. Бороться приходится. Спасибо. Пожалуйста, это вам. За чашкой чая в теплой беседе ветеран рассказал гостям, что в составе 2-го украинского фронта три года воевал в Молдавии, Румынии, Венгрии, Чехословакии и Австрии. Участвовал в освобождении Будапешта и Праги. Победу Федор Яковлевич встретил в Чехословакии, где продолжил службу связистом. Обеспечивал связь с Москвой. Уводился в запас в 1950 году и вернулся в родное село Майдан Кадошкинского района, где работал киномехаником. Позже устроился кочегаром в локомотивное депо Рузаевки, затем стал машинистом и 31 год трудился на железной дороге. Глава Мордовии отметил, что подвиг советского солдата безгранично ценен и должен быть памятен в веках. Каждая потерянная жизнь крупится той великой победы. Артисты подарили Федору Яковлевичу и всем местным жителям душевный музыкальный подарок – концертную программу с песнями военных лет. Во встрече с ветераном также принял участие глава Рузаевского района Александр Юткин. Ирина Семенова, Народные новости. Чрезвычайно многолюдным в этом году было и шествие бессмертного полка. Жители и гости Саранска проследовали от площади стратонавтов до мемориала «Павшим воинам» с портретами своих родственников-творцов Великой Победы. В Саранске шествие началось в 15 часов с площади героев-стратонавтов у железнодорожного вокзала. Но жители и гости столицы Мордовии целыми семьями стали подходить задолго до начала акции. Для каждого участия в бессмертном полку – дань уважения памяти бойцов, отважно защищавших нашу отчизну. Мы безумно рады этому празднику. Мы ждали его целый год. Наконец-то все ограничения сняты. И мы можем участвовать в этом событии. Мы были с утра на площади, а сейчас не могли пропустить акцию «Бессмертный полк». Мы столько лет хотели. Вот, наконец-то, нам удалось поучаствовать. Это мой дядя и моя бабушка. Дядя, к сожалению, не вернулся. Он погиб в Карелии, а бабушка пришла с войны. У нее жизнь удалась. Она очень мало рассказывала о войне. Но историю, которую я помню до сих пор, это когда они вместе с подругами ехали на разных машинах. Она была радисткой. То есть началась бомбежка. Ее машина не попала под обстрел. А машина с подругой взорвалась на ее глазах. Это боль, которую она сохранила с собой всю жизнь. В столице Мордовии шествие возглавил глава региона Артем Сдунов. На акцию «Бессмертный полк» он пришел вместе со своей семьей. Руководитель республики пронес в руках фотографию своего деда. В Саранске с портретами предков в шествии приняли участие дети, внуки и правнуки поколения победителей. За каждым снимком, который они несли в руках, судьбы людей, семей и целой страны. У меня на руках фотография верхняя моего деда Василькина Ивана Федоровича. Он был призван в армию летом 1941 года. К сожалению, так получилось. На протяжении двух лет очень храбро воевал. Получал благодарности командования. А 20 августа 1943 года он погиб в неравном бою под Смоленском. И там сегодня покоится прах. Слава Богу, у нас была возможность посетить место кладбища. И мы благодарны ему за то, что они вместе с моей бабушкой родили наших родителей. Ну и сегодня мы имеем счастье шагать по нашему прекрасному городу. Я сегодня иду с тремя своими дедами. Два деда – это два родных брата. Они родились в маленькой деревне на границе Белоруссии и Польши. Почти Беловежская пуща. Григорий Яковлевич и Михаил Яковлевич – это два моих двоюродных деда. Михаил Яковлевич был шифровальщиком и награжден орденом Красной Звезды за то, что он сумел расшифровать коды. Этими кодами передавалась информация специально для противника, для дезинформации противника. А Григорий Яковлевич воевал под Сталинградом, участвуя в разгроме окружения и разгроме в Сталинградской битве немецкой. Эмоций очень много, и мне кажется, что очень объединяющее событие, когда тысячи портретов людей идут вместе с нами, и мы попробуем про наших родных. Очень трепетно праздникать. Два года «Бессмертный полк» проходил в онлайн-режиме. Этот период показал, насколько народной стала эта акция. Люди соскучились по очному ее формату. Поэтому колонна получилась весьма внушительной. В Саранске в шествии «Бессмертного полка» приняли участие 35 тысяч человек. Всего по республике почти 70 тысяч. Самое массовое патриотическое мероприятие завершилось возложением цветов к Вечному огню на площади Победы и минутой молчания. Вячеслав Кузьменко, Народные новости. Сразу после шествия «Бессмертного полка» в столице Мордовии состоялся автопробег, посвященный празднику Победы. Организатором мероприятия стало региональное отделение партии «Единая Россия». Участие в автопробеге приняли все желающие. В честь легендарного мордовского танка Т-34 колонна была сформирована из 34 автомобилей. Вслед за «Бессмертным полком» они проехали по центральным улицам города, отдав дань памяти тем, кто сражался за свободу и независимость своей родины в годы Великой Отечественной войны. В завершении автопробега машины выстроились в форме буквы «З», обозначающей слова «За победу». Торжества, посвященные 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходили в Саранске целый день. Когда солнце уже село, у Вечного огня собрались представители поисковых отрядов и жители столицы Мордовии. Они провели традиционную акцию «Свеча памяти». Завершающим аккордом Торжеств стал праздничный салют. Уже около 30 лет вечером в День Победы к Вечному огню приходят поисковики. С годами к ним присоединяется все больше людей. Они зажигают свечи, расставляют их вокруг Вечного огня и молча вспоминают тех, кто не вернулся с полей сражений самой страшной войны 20 века. Пока стоишь около огня, с этой свечкой стоишь, ты вспоминаешь своих родных, умерших, погибших, вспоминаешь тех, кто погиб, тем более вот на этом месте. Мы знаем, сколько у нас больше 130 тысяч погибших уроженцев в Мордовии. Поэтому постоять 5-10-15 минут, вспоминать их, это, наверное, и для них нужно, чтобы они знают, что мы не забыли о них. И для нас это очень важно, особенно для молодежи, чтобы помнили. Огонь – символ многогранный. Он может дарить тепло, а может и уничтожать. Тонкий огонек свечи памяти согревает души людей. Очень трогательная акция. Мы уже второй раз в прошлом году тоже были, вот свечи памяти смотрели в этом году. Ну, вообще, в День Победы, мне кажется, свеча памяти, бессмертный полк, парад Победы. Как-то слезы даже вызывает на глаза. Тем временем на Советской площади подходил к завершению праздничный концерт. Даже испортившаяся погода не помешала горожанам петь песни военных лет вместе с артистами. Все ждали праздничный салют. И вот небо над Саранском украсили огненные шары. Ракеты раскалывали черноту ночи яркими взрывами. Они звучали в честь тех, кто мужественно и самоотверженно боролся против фашистского зверя. В честь тех, кто ковал Победу в тылу. Мы никогда не забудем их подвиг. Вечлав Кузьменко, Юлия Мамаева, Станислав Семин. Народные новости. Отмечали День Победы и в муниципальных районах республики. Там также проходили парады и шествия бессмертного полка. В Ковылкино праздник отметили с размахом. Организаторы позаботились, чтобы жителям и гостям райцентра не было скучно весь день. С подробностями Анастасия Целигина и Максим Бикеев. Ко Дню Победы ковылкинцы готовились тщательно. Привели в порядок все улицы и общественные территории. Украсили их баннерами, транспарантами и флагами. 9 мая с самого утра центральную площадь города стали заполнять жители и гости райцентра. Приходили целыми семьями. В руках флажки, воздушные шары и цветы. На груди георгиевские ленточки. На этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, долголетия. Пусть нефть нашей Родины будет чистым и мирным. Энергия и оптимизм для успешения. Для новых дел на благо нашей Отчизны. Со священным праздником Великой Победы, дорогие наши ветераны, дорогие ковылкинцы, слава народу, победителю, слава России. В Великой Отечественной войне приняли участие 24 289 уроженцев Ковылкинского района. Из них 10 585 не вернулись домой. 77-ю годовщину победы над фашизмом в Ковылкино встретили всего три здравствующих фронтовика. Память тех, кто упал на болях сражений, почтили минуты молчания и возложили цветы к бюстам героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы. Затем на площади прошла знаменная группа, вслед за ними сотрудники МЧС, МВД и прокуратуры, воины-афганцы и участники локальных войн, кадеты и юно-армейцы. После митинга в 15 часов ковылкинцы выстроились в колонну бессмертного полка и прошли по главным улицам города. До позднего вечера в городе продолжались праздничные мероприятия. Финалом стал салют под песню «День Победы». Анастасия Цлигина, Максим Бикеев, Народные новости, Ковылкинский район. 8 мая в преддверии «Дня Победы» в центре Саранска возле театров, музеев и библиотек развернулся целый квартал Победы. Звучали песни, играл оркестр, все прохожие могли зарядиться праздничным настроением и сделать свой творческий подарок ветеранам. С подробностями Валерия Новикова и Сергей Кувакин. Республиканский дворец культуры встречал зрителей музыкальными композициями. Песни исполняли в рамках гала-концерта регионального этапа шестого международного фестиваля. Его участники – дети и подростки со всей республики. И музыкальные подарки в преддверии большого праздника объединяла общая тема – День Победы. Также все желающие могли поучаствовать в акциях «Яблони Победы» и «Стена памяти. Наследники Победы». Возле Пушкинской библиотеки площадок развернули сразу несколько. На небольшой территории уместили все – информационные стенды с газетными вырезками, выставка книг, нашли себе занятия и дети. Они могли сотворить подделку своими руками. А творческие коллективы Мордовии подготовили для зрителей литературно-музыкальный фестиваль. Я видел, как люди после сражения совершенно менялись. Видел, как за одну ночь сидели. Раньше думал, это литературный прием. А оказалось – прием войны. Говорят, что человек может привыкнуть ко всему. А я вот в этом не уверен. К ежедневным потерям я привыкнуть так и не сумею. И время все это не смягчает в памяти. Музыкальный театр имени Яушева не остался в стороне, а театр остается театром даже на улице. Декорации и реквизит разместили прямо на свежем воздухе. Артисты попробовали создать для зрителей атмосферу привала, когда певцы и поэты поднимали воинам боевой дух. Тем более, что в военные годы артисты театра не только гастролировали, но и отдавали долг родине. Я думаю, что это такая вот великая честь для нас – отдать дань великой победе нашим предкам, которых мы сейчас и вспоминаем. Каждый россиянин, я думаю, обязан просто участвовать в таких мероприятиях. Это наш долг. Из привычного пространства вышли и сотрудники музея Эрзи. Организаторы подготовили различные интерактивные развлечения для детей. Рисование мелками, кистями, музыкальные и танцевальные номера. Все для творческой самореализации. Был также объявлен конкурс «Я рисую мир». Так каждый желающий мог поблагодарить наших предков за великую победу. Могли зрители также познакомиться и с подлинными документами и инструментами, использованными при строительстве сурского рубежа. С нами сурский рубеж, так как мы музей, и подлинные вещи, подлинные экспонаты. Они сегодня привезли с собой, привезли замечательный фильм, который мы сейчас тоже будем смотреть. Это тоже важно. Прогулка по кварталу Победы – лучший способ зарядиться предпраздничным настроением, проникнуться атмосферой тех лет и, самое главное, еще раз вспомнить, как и какой ценой была достигнута победа. Валерия Новикова, Сергей Кувакин. Народные новости. В Розаевке также позаботились о создании предпраздничного настроения, причем не только для жителей, но и для гостей города железнодорожников. Пассажиров транзитных поездов пригласили на иммерсивный спектакль, а точнее в победный май 1945 года. Вечером через Розаевку проезжает много поездов, поэтому организаторы и выбрали это время для проведения акции. Пассажиры поездов дальнего следования, а также встречающие и провожающие, выйдя на перрон, наслаждались песнями военных лет и победными частушками. Многие из них и сами с удовольствием подпевали знакомым композициям. Кроме того, участники акции получили настоящие солдатские треугольники с информацией о городе железнодорожников в военные и послевоенные годы, а также о героях-рузаевцах. Память о героях должна жить вечно, а сохранить ее поможет искусство. Жители России могут посмотреть фильм об уроженце Мордовии. Иван Гусев «Подвиг на Курской дуге» на больших экранах. Картина уже в прокате. А 8 мая в кинотеатре России состоялся премьерный предпоказ. Премьера собрала в зале сотни зрителей. Важность и значимость подобных проектов, увековечивающих память о героях, отметила заместитель председателя правительства Республики Мордовия Галина Латванова. Узнаем о тех страшных днях из книг, из фильма, из рассказов, из писем, которые писали родные и близкие с фронта. И самое главное, вот это все сохранить. Фильм рассказывает о Иване Гусеве, герое Великой Отечественной войны, уроженце отяшевского села Сабанчеева. В июле 1943-го, в 21 год, он вместе со своим экипажем совершил первый танковый таран в разгар сражений на Курской дуге. Картина в полной мере раскрывает личность и подвиг героя. И это результат огромного труда создателей. Порядка 300 пересмотров этого фильма произошло. 40 минут у нас идет, и постоянно, постоянно у нас получалось так, что мы пересматривали, искали что-то новое, меняли местами. И, в общем, очень много сил вложено, и работа получилась, я доволен. Среди гостей премьеры были и школьники. Молодое поколение, которое узнает о войне и ее героях из рассказов, книг и фильмов. Начало показа ждали с воодушевлением. Я жду что-то такое масштабное, чтобы поразило весь мир, потому что этот фильм, наверное, он был создан прекрасным режиссером. И я считаю, что этот фильм войдет в историю человечества. Это как бы фильм, он очень важен. Мы должны знать о подвигах наших прадедов, дедов, потому что они отдали свою жизнь, чтобы мы жили на этой земле. Фильм получился одновременно и художественный, и документальный. Молодые актеры отлично передали характеры своих героев и вжились в роли. Картина придется по душе многим, потому что это не просто история нашей малой родины. Иван Гусев – человек, жизнь которого прервалась в 1943 году, однако в истории России он остался навечно. Валерия Новикова, Сергей Кувакин, Народные новости. 11 мая на совещании у главы Мордовии обсуждался вопрос дальнейшего функционирования исторического объекта Трехсвятской церкви на улице Московской в Саранске, где долгое время размещался Республиканский крывический музей. Артем Сдунов отметил, Трехсвятская церковь представляет большой интерес для жителей и гостей Республики с точки зрения паломничества и туризма. Напомним, в марте 2022-го митрополит Саранский и Мордовский Зиновий обратился к главе Республики с инициативой о возвращении святыни в лоно церкви. В итоге старинное здание 1761 года постройки безвозмездно передано Мордовской епархии. Храм, как религиозное учреждение, был закрыт в 1935 году. После этого снесли колокольню и долгое время там размещался Республиканский крывический музей. После того, как построены новые здания, были определенные обязательства с нашей стороны. Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий поблагодарил руководителей Республики за внимание к этому вопросу, который не решался долгое время. С тех пор, как музей переехал в новые здания на улице Саранской. Я хотел бы, во-первых, поблагодарить и вас, Артем Алексеевич, за то, что вы с первого же момента нашей первой встречи эту проблему поставили себе на заметку как одну из приоритетных. И мы видим осуществление уже того намеченного вами импульса. И он очень, конечно, будет иметь большие добрые последствия нашей историко-культурной, вообще, палитре жизни, культурной жизни нашей Республики. Глава Мордовии подчеркнул значимость дальнейшей работы по приведению исторического объекта к первоначальному облику, так как часть храма была утрачена при перестройке здания. Он отметил, необходимо приступить к разработке научно-проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Ольга Данилова, Народные новости. Накануне Дня Победы проигравших не было. 7 мая в Ансарском районе кадеты и юно-армейцы из школ муниципалитета приняли участие в военно-спортивной игре. Какие именно испытания предстояло пройти подросткам, расскажут Анастасия Целигина и Сергей Соколов. 7 мая территорию детского оздоровительного лагеря в Ансаре заполнили ученики районных школ. Приехали они сюда не для того, чтобы открыть смену, а для участия в военно-спортивной игре «Победа». Организовали ее представители Инсарской средней школы номер 1, 15-й пожарно-спасательной части по городу Инсар и 9-го отдела полиции. С приветственным словом к ребятам обратился глава Инсарского района. Насыщенная программа игры даст возможность каждой команде проявить себя в игре, а участникам помериться силами со своими сверстниками и найти новых друзей. Уверен, что этот день надолго останется в памяти у всех участников и организаторов игры. Желаю вам крепкого и командного соперничества и победы. После того, как прозвучали напутственные слова, для ребят провели инструктаж по технике безопасности и рассказали о правильном прохождении полосы препятствий. Многие из школьников в военно-спортивной игре участвуют впервые. Я участвую первый раз. Волнение, конечно, испытывается, но я надеюсь, что все будет хорошо, и мы выиграем. К участию в игре заявлено 8 команд по 10-11 человек. Это мальчики и девочки от 11 до 18 лет. После старта первой группы все последующие вступают в игру с интервалом 5 минут. Первый этап – пожарная охрана. Двум ребятам из команды необходимо на скорость надеть и снять боевку спасателя, а остальным соединить пожарные рукава и поразить мишень струей воды. Далее команды ждал полуторакилометровый марш-бросок. Во время его прохождения ребята переносили груз, преодолевали огневой рубеж и в противогазе проходили через дымовую завесу. После преодоления зараженного участка подростки форсировали болото. Затем следовал еще ряд этапов – рукоход, транспортировка раненого, скоростная сборка и разборка автомата плюс заряд магазина. Организаторы позаботились, чтобы никто из участников и гостей не остался голодным. В лагере работала полевая кухня. Каждого желающего угощали горячей солдатской кашей, гречкой с мясом и сладким чаем. Вадим, расскажи, как тебе полоса препятствий? Отличная полоса. Мы привели смекалку, чтобы пройти все препятствия, помогали друг другу, поддерживали. Самый сложный участок? Самый сложный – это болото было. Болото? Да. А в противогазе не сложно было? Нет, в противогазе легко было. Каждая команда завоевала победу в разной номинации. Всем ребятам достались сладкие призы, дипломы и кубки. А итогом Зорницы стало укрепление патриотического и духовно-нравственного воспитания, формирование сплоченности и улучшение физического здоровья. Анастасия Целигина, Сергей Соколов, Народные новости, Инцарский район. На этом у меня все. Далее вас ждет прогноз погоды. В студии была Евгения Байбикова. Оставайтесь на нашем канале. До встречи.